Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня я дома, своей архитеки я не видела 6 дней, и вместе с вами сейчас посмотрю, что у нас нового. За эти дни у нас было прям жаркое солнце, но последние два денька было вот так вот немножко пасмурно, облачно. Прям солнца такого палящего не было, была такая приятная, хорошая погода. Поэтому я думаю, что всё хорошо, всё нормально. И так, конечно, краем глаза я уже пробежалась, но подробный обзор я буду сейчас вместе с вами рассматривать и снимать. Хочу пару слов сказать про свою драцену. Прошло уже пару недель, но новых макушек пока нет. Если честно, я немножко запереживала. У меня каким способом, у нас здесь была влажная такая салфетка, и одет сверху был пакет. Вот, и да, уже прошло достаточно большой промежуток времени, макушек нету, со всех сторон я не наблюдаю, и немножко начала переживать. Но он плотный, всё с ним нормально, поэтому пакетик сегодня я уже сняла, одевать не буду, считаю, это уже большой такой срок, две недели. Поэтому буду просто ждать макушки в таком виде. Да, радую только вот эти вот, да, которые такие симпатичненькие, и стали уже расти такие листочки пошире. На улице играют дети, поэтому шум будет присутствовать. Не мои дети кричат так, чужие за окном, поэтому извиняюсь. На монстырке, которая у меня отросток сейчас растёт в керамзите, посмотрите, какой листочек резной открылся. Пока ещё, конечно, не до конца, но всё, я думаю, у нас впереди. Вот так вот она растёт, вот в такой большой колбочке. Так, и пойдём по нашим орхидейкам. Здесь у меня, смотрите, орхидейка смесь с папоротником. Кто давно на моём канале знает, что у меня в орхидейке, в моей белой, да, тоже такая большая колба, вазочка пророс папоротник. Непонятно откуда, но это очень шикарно смотрится. Разъединять теперь я их вообще никак не хочу. Мне нравится вот эта вот красота. Посмотрите, ещё один пророс совсем вот молоденький-молоденький. Теперь я не знаю, как это всё назвать. Прям орхопапоротник. Вот такая красотища. Сейчас ещё она зацветёт, в два цветоноса будут такие вот белые, крупные, огромные, нереальные красоты цветы. И это всё заиграет, конечно, новыми красками. Пока орхидейка зацветёт, возможно, у нас папоротник даст ещё пару вот таких вот симпатичных веточек, вот таких листочков. Да, очень красиво, конечно, эта зелень. Я думаю, что ей даже нужно выделить какое-то особое место, да, в моей коллекции, в моей квартире. Альбочка наша, посмотрите, какой красивый уже тёмный листочек. Да, он был салатовый, сейчас уже приобрёл свой истинный такой вот цвет. Ну, очень красиво. Это уже второй листочек. Жду, конечно же, следующих листиков. Поставила на окно и думаю, что ей так будет лучше расти. Так, и ещё у меня распустилась льюисберри бабочка. Точнее, распускается льюисберри бабочка. Если честно, приехала, сразу посмотрела на неё, распустилась или нет. Распускается она по сорту. Завтра она уже раскроется. Вот, и я вам в своём инстаграме покажу этот нереально красивый цветочек. И скажу, ароматный он или нет. Но я думаю, что первые вот сейчас моменты аромата не будет. Но в будущем я вам скажу, ароматная она или нет. Ну, очень красивая, я уже это вижу. Поэтому, кто ещё до сих пор не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Покажу эту красотку уже в полном распуске, да, когда цветочек полностью раскроется. Орхидейка Бухарест, конечно, радует меня. Она уже очень долго цветёт, цветы свои не сбрасывает. Хотя их всего 4, а после реанимации она первый раз зацвела. Я купила её в Оби за 165 рублей. Вот она нарастила корешочки, листочки. И вот первое домашнее цветение. Очень красивое и очень долго держит свои цветочки. Вот Орхидейка Бухарест. Название было на горшочке. Вот такая вот красотка. Мне очень она нравится. Так выбивается, можно сказать, из толпы своими вот этими полосочками. Да, вот очень красиво. Как будто кто-то фломастером взял, нарисовал. Класс. Так, дальше идёт моя мультифлорка, которую я пересадила. Я обрезала ей часть цветов. Но она решила на этом не останавливаться. И вот я сегодня увидела, что она решила дорастить нам бутончики. Конечно, я очень рада. Цветочек, видите, пыльный, потому что приехала, не вытирала. А пыль вот садится быстро на них. И вот смотрю, очень много у неё корней. Поэтому хочет, пусть цветёт и наращивает корни. Это у неё хорошо получается. Даже в центре я вот вижу, что у неё начал расти новый листочек. Поэтому всё с ней замечательно. Пусть растёт и радует нас. Следующая красотка, это у нас притория. Очень крупный цветок. Ну, просто очень крупный цветок. Я не знаю даже сколько. Вот линейка была бы под рукой. Я бы замерила. Ну, такой он тёмный, красивый. Знаете, камера не передаёт. Даже вот этот цветочек всё равно. Она просто искрящаяся такая. Что вот когда свет на неё попадает, кажется, что она розовая. Но на самом деле она такого, знаете, цвета. Такого бордо, я бы сказала. И вот она-то, наверное, без вспышки, может быть, снимать её цвет. Потому что вот настолько искрящаяся, что свет просто отражается. Очень красивая, очень крупная. И у неё красивая пигментация на листиках. Растёт, кстати, в закрытой системе с живым хом. Ей очень нравится. Вот такая красотка. Цвела в два цветоноса. Сейчас это уже она дорастила свои бутончики. Кстати, посмотрим. Нет, больше доращивать не будет. Вот это уже дорощенные её бутончики распустились. Очень крупные. Над ней, кстати, стоит дикий кот. И смотрите, что у нас вырос. Всё-таки раскрылся этот бутон. Я думала, что он, может быть, как-то отвалится, высохнет, не раскроется до конца. Но вот, смотрите, он огромный. И он вот такой вот весь кривенький, косенький. Весь кудрявенький такой. Вот смотрите, что тут даже, по-моему, видите, тут колонка, где должны быть по линии. И, по-моему, вот колонка как бы раздвоилась и как бы по линии с двух сторон. Вот такой вот чудо-кракозяблик. Так, и у нас ещё с другой стороны на этом диком котике был тоже такой же вот кривенький, косенький бутончик. Вот он такой распустился. Вот тут непонятно, где, что, почему. Ну, всё равно, дикий кот этот орхидея, которая, ну вот, просто привлекает внимание. Красавчик. Очень красивая орхидейка. Обожаю его. У меня есть второй дикий кот. Он стоит повыше. Я вам чуть-чуть позже его прям сниму и покажу, да, что сейчас с ним. Это тот дикий кот, который я выпросила в планета лето в таком ужасном состоянии. Но он быстро оклемался. Малышки из фласки. Вот такие красотки. Ну, они растут, знаете, растут. В принципе, наверное, они растут хорошо, если взять, что они из фласки, да. Всё растёт у них, и листики, и корешочки. Но мне почему-то не хватает быстроты, что ли, или какой-то жирности. Поэтому я хочу в качестве эксперимента одну орхидейку посадить в мелкий керамзит. И как раз посмотреть, что с этого получится. Возможно, что в мхе как-то вот они так долго сидят. Не знаю. У меня орхидейки, которые я сажаю, да, малюсики, даже совсем малюсики, в керамзит мелкие, они растут быстро. А эти вот, мне кажется, сидят и сидят. Поэтому хочу в качестве эксперимента посадить одну в керамзит. Ну, как раз сейчас весна, самое время, мне кажется. И вот эта красотка, видите, цветные камушки. Часто меня спрашивают, что это за камушки. Это цветной керамзит. Покупала я его в Оби. Пакетик стоит около 70 рублей. Вы знаете, такое впечатление, что обычный керамзит покрасили простой краской. Потому что, когда открываешь пакет, пахнет краской. Самой обыкновенной краской. Вот. И мне кажется, что это просто взяли и покрасили керамзит. Так как керамзит пористый, краска хорошо держится, она никак не вымывается, никак не окрашивает ни воду, ни корни орхидеи, ни керамзит. Потому что здесь всего лишь, наверное, процентов 10, может быть, 15 цветного керамзита. Все остальное, это обычный керамзит, самый простой, в который я всегда сажаю. Это была такая экспериментальная посадка. Она, кстати, мне очень нравится. Здесь, конечно, папоротник вообще чудо. Просто чудо. И это вот орхидейка ароматная, да, наша Мария Тереза. Цветочек этот выгорел, а вот новенький, который открылся, он вот, видите, какой более яркий. Вот это Мария Тереза, такая красотка. Ну, тоже уже начинают цветочки выгорать. Вот. И потом они, видите, уже не совсем похожи на Марию Терезу, но ароматный, такой нежный, вкусненький аромат. И вот над ней прям просится, да, в кадр, смотрите, какие нарастила жирные корни наша пульсация. Это орхидейка, которая была совершенно без корней. У меня есть плейлист с реанимацией, и там она часто мелькала, мы наращивали ей корни. Вот такая красотка уже, смотрите, везде-везде она понаращивала корешочки, растит листики. Вот. Не удивлюсь, если она нам выдаст и цветонос. Очень радуюсь за неё, она мне нравится. Рядом, кстати, стоит Эрен Добкин, у него очень много корней, много листьев, но цветоноса она мне так и не дала. Вот такая хулиганка моя Эрен Добкин. Не обойду стороной и мою красавицу Кооду, которая тоже очень долго цветёт. Но это характерно для восковиков, а Коода это восковик, да, Коода Твинкл. Она мне сейчас, я смотрю, уже наращивает такой красивый пигментированный листочек. Я очень рада, она у меня так до сих пор не пересаженная. И вот, когда она цветёт, я её пересажу. Вот такая красоточка. А, кстати, вот этот такой яркий салатовый цветоносик, это у нас, смотрите, Тайсу Ко Мики. Вот такой вот должен распуститься. Я очень жду. Кстати, смотрела фотографии и всегда распускается по-разному. Как где-то потемнее, где-то посветлее, да, где-то более бордовый, где-то более белый. И посмотрим, как он распустится мой. Мне кажется, это всё-таки зависит от освещения. И, кстати, да, вот с таким же пигментированным листочком, кстати, он подрос. Подрос этот листик. Это орхидейка, которую я вместе с вами пересаживала вот в такую вот лёгенькую посадочку, в такой мелко колотый керамзит. Это черничная орхидея. Кстати, мне скинули, ну, просто нереальное количество фотографий, что она будет совершенно не черничная, а просто такая, знаете, бордовенькая. Кстати, даже очень похоже на колоду, но сам цветок другой формы, и он чуть-чуть крупнее, да, чем у колоды. Вот. А так по цвету, мне кажется, очень даже похож на колоду. Вот. Поэтому не знаю, посмотрю, какой распустится у меня. Но я думаю, что если многие, да, прислали мне такие фотографии, то, наверное, это правда, такое и будет. Кстати, вот, да, после пересадки все корешочки в хорошем состоянии. Все с ним замечательно, отлично. Даже я вон вижу, уже начал расти новый корешочек. Видите, вот уже пробивается. Поэтому посадка для 1,7 реально очень хорошая. И у меня такие вот орхидейки, да, в размере 1,7, я все время сажаю, я вам это показываю, да, что у меня отлично они растут вот в таких одноразовых стаканчиках, вот в такой вот посадочке. Вот, кстати, сразу и покажу своего беглипчика. Старые цветочки все он сбросил, остался только тот бутон, который он дорастил. И вот эта орхидейка растет вообще как в закрытой системе, в одноразовом стаканчике. И совсем, вот, совсем-совсем скоро я ее пересажу. Вообще планировала пересадить ее немножечко раньше. Ну, вот, будет пересадка, буквально вот сегодня-завтра выставлю видео пересадки вот этой вот красотки, да, тем более она уже готова к этому. Вот, старые цветочки отсушила, остался только этот один бутончик. Вот, поэтому самое-самое время ее пересадить. Тем более у нее корни в активном таком росте. Будем пересаживать вместе с вами, как всегда. Покажу вам все самое интересное. И чтобы вы не совершали ошибок, расскажу, как я это делаю. Чтоб ваши орхидейки тоже так вот красиво цвели и так вот отлично росли. Кстати, у меня очень сейчас много цветоносов. И вот это тоже не исключение. Орхидейка решила дорастить свои цветоносики. Это моя, можно сказать, одна из любимых орхидеек. Это Франтера, неугомонная орхидея, которая цветет постоянно, цветет много, пышно. И знаете, вот сейчас я еще хочу обсмотреть ее розетку. Возможно, даже там есть новый цветонос, да, это бутончики, которые она решила дорастить. И не удивлюсь, если у нее еще есть новый цветоносик. Нет, нового цветоноса пока нет, но у нее такая жирная розетка. И вот нужно все орхидейки мыть. Перед уездом я их все протирала, но вот почему-то прям очень быстро села на них пыль. Видите, прям надо-надо все-все-все-все протереть, мои хорошие красоточки. Наверное, хотят уже купаться. Кстати, вот смотрите, попугай, куча бутонов. И еще вот этот новый цветоносик, который я вам показывала, да, совсем вот свеженький, новенький. И вот тут, смотрите, загнулся, уперся. Так, надо его поправить. Жаль, конечно, у меня дома не было, и он вот уперся. Поправлю сейчас после видео, чтобы он все-таки начал расти. Я думаю, что он даже вот так и цветоносик, видите, уперся, прям загнулся. Возможно, даже, что он больше не будет расти. Кстати, смотрите, мой розовый беглиб, который, я так можно сказать, перевалкой пересадила. Да, смотрите, как ему понравилось. Вот так же продолжают расти жирненькие корешочки. И вон там вот я вижу, что у него растут корни. Вот, пока, конечно, у нас тут прошла неделя после пересадки, но я уже вижу, что ему все нравится. Он в очень хорошем состоянии, и цветочек не отсушил. Вот такой красавчик. Будем ждать новые корешочки, конечно же, да. И смотрите, ну тут уже я вижу, что растет. Но я хочу шейки, чтобы он дал побольше корешков, и чтобы он окреп. Потому что, мне кажется, вообще у него розетка, конечно, маловато. Это он соцвел в размере 1,7. Я думаю, что его розетка вообще на самом деле намного должна быть больше. Поэтому жду новых красивых огромных листиков от него. Мои дорогие, я в шоке. Это тот цветонос, который вот наклюнулся, да, так можно сказать, и замер. Он полгода не рос, а теперь растет, ну просто с нереальными темпами. Вот так быстро растет. Буквально, когда я уезжала, этот цветоносик был 3 сантиметра. И вот за неделю он просто вымахал. Вы посмотрите, я даже не верю своим глазам. Он просто огромный, просто огромный. Вот что творит, наверное, весна, чудеса. И японское удобрение, потому что я удобряла эту орхидейку только этими удобрениями, голубым и желтым. Вот начал расти цветонос. Ну и весна, конечно, сделала свое дело. И такой вот у него длинный-длинный корень. И даже вот Поттера начала цеплять. Кстати, Поттер вот отсвел. Такая кривая у него вся розетка. Вот, поэтому не знаю, что мне с ним делать. Он как бы посередине начал растить все корни. Возможно, даже я отделю эту макушку, а пенек останется расти в этом горшочке. Но это чуть-чуть, наверное, попозже, когда корни уже совсем будут большие. Вот такая красота. И, наверное, на этой приятной нотке я закончу. Видим, что орхидеи очень много. Это может затянуться на полдня. Вот этот весь показ, особенно если показывать подробно. Потому что у меня вон там еще много орхидеек стоят. На верхних полках везде. Поэтому прервусь, наверное, и еще остальные орхидейки покажу вам уже в следующем видео. Кстати, мне надо будет достать эти орхидейки, которые на верхних полках. Да, вот обещала вам попуга, господи, дикого кота достать. Но он там заставлен еще малышками. И вот нужно постараться, чтобы его оттуда вытащить и посмотреть, не дал ли он нам что-нибудь новенькое и красивенькое. Поэтому, наверное, покажу его уже в следующем видео. А вы, мои хорошие, любуйтесь своими орхидейками. Надеюсь, они у вас так же пышно и красиво цветут, как у меня. Поэтому до свидания. До новых встреч, мои хорошие. До новых видео.